Друзья, здравствуйте! С вами Настя, вы смотрите Конаково онлайн. Два года назад по инициативе губернатора Игоря Михайловича Рудени Тверская область в числе первых регионов России начала модернизацию системы общественного транспорта. И уже в этом году, 3 марта в Конаковском районе, была запущена новая модель пассажирских перевозок. Давайте узнаем, как работал общественный транспорт в городе и районе до этого времени и как обстоят дела сейчас. С 2018 года в Конаковском районе осуществляли перевозки несколько перевозчиков по нерегулируемым тарифам. В городе Конаково и в поселке Редкино организации перевозок занимались местной администрацией в связи с тем, что полномочия были определены данным администрации. В данный момент с января месяца у нас переданы полномочия на Министерство транспорта по организации перевозок, пассажирских перевозок. И теперь у нас работает единый перевозчик транспорт Верхневолчья на сегодняшний день, который осуществляет перевозки по всем маршрутам. Новые автобусы, вошедшие в наш город Конаково, Конаковский район, базируется на базе Иваньковского водохранилища. То предприятие, та организация, которая в свое время, в годы перестройки, постперестроечного периода, пришло в упадок. И вот сейчас с введением новой вот этой транспортной составляющей, транспорт Верхневолчья, предприятие получило новую жизнь, вторую жизнь. Предприятие очень хорошее в плане транспортного средств, что оно имеет ремонтную базу, которая всегда была на территории Иваньковского водохранилища. Хороший подъезд и возможность круглосуточного обслуживания и регламентированных работ на самом транспорте. Поэтому для нас, для города, это большой плюс, плюс рабочие места, большое количество рабочих мест, ну и позитивная составляющая в плане того, что у нас наконец-то появился нормальный, адекватный транспорт. Судьба автостанции решилась уже давно. Это частная собственность. Собственники имеют право пользоваться и распоряжаться имуществом по своему усмотрению. Да, поступает обращение от граждан, чтобы в плане заезда новой транспортной модели, транспорт Верхневолчья, чтобы посадка-высадка пассажиров зашлялась на данной территории. Но пока в планах провести переговоры с собственником, чтобы все-таки транспорт заходил на эту территорию и гражданам было удобно осуществлять посадку-высадку на автостанции. А если переговоры пройдут неудачно и собственник не захочет запускать автобусы, есть шанс, что в городе появится новый автовокзал? Ну, это очень сложный вопрос, который требует не сиюминутного решения. Надо выбрать новую территорию. Это очень сложный вопрос. Пока в планах строительства новой автостанции на территории города Конаково у нас, к сожалению, не было. А давайте поговорим об остановках города. Планируется ли в будущем какая-то модернизация их, например, оформление в едином стиле или установка рекламных счетов на остановках? Ну, идеально было бы, если бы все остановки привести в единый стиль, потому что новая модель перевозка подразумевает свой стиль. Но, опять, это значительное выливание бюджетных средств. Надо на этим вопросом подумать. К этому вопросу вернемся мы обязательно в ближайшие сессии, может быть, с депутатами на уровне администрации этот вопрос будем задавать. Поэтому пока, конечно, планов модернизации всех, даже не всех, даже, может быть, отдельных остановочных пунктов не было. Мы после зимнего периода постарались привести в надлежащее состояние отчистить, помыть те остановочные павильоны. В некоторых местах заменили покрытие, где оно провалилось от снега за зиму. Например, у военкомата было сделано, район Мадлина было сделано. Вот здесь остановочные пункты напротив энергоколеджа тоже. Там собственники, кто осуществляет торговлю, там они пообещали за свой собственный счет, привести в порядок остановочный пункт, потому что там крыша просто провалилась. Анатолий Анатольевич, расскажите, пожалуйста, про новые автобусы транспорта в Верхней Волжье. В Конаково, Конаковском районе, мы используем 33 единицы подвижного состава. Это малый и средний класс, который оборудован в стиле транспорта Верхней Волжье. Впервые в Конаковском районе, вообще Тверской области, группа компаний «ГАЗ» предоставляет здесь нам новую модель «Газель Сити». Данная модель уникальна чем? Во-первых, она полностью низкопольная, на воздушных подушках, что лучше для наших пассажиров, где на пригородных маршрутах наши остановочные пункты не оборудованы. Данная модель может с легкостью подъехать, опустить салон на воздушных подушках и посадить как маломобильную группу населения, так же мам с колясочками. Данный автомобиль оборудован на рециркуляции воздуха, что позволяет снизить риски в условиях ковида заражения наших пассажиров, а также при входе оборудован санитайзером для обработки рук. Оплатить проезд можно банковской картой, наличными, транспортной картой «Волга», социальной картой жителя Тверской области, а также с помощью QR-кода, расположенного в салоне автобуса и мобильного приложения «Волга», с помощью которого очень удобно следить за движением автобусов в режиме реального времени. По данным пресс-службы транспорта «Верхневолжья», при подготовке к запуску новой пассажирской модели в районе и городе были учтены пожелания жителей и администрации. Была прианализирована существующая маршрутная сеть и было принято решение взять ее за основу. Для удобства пассажиров были открыты новые направления, а некоторые маршруты скорректированы. Интересно, как же сейчас устроена коммуникация транспорта в Верхневолжье и администрации района? Между нами и Министерством транспорта происходит очень тесная взаимосвязь. Поступающие обращения граждан по каким-либо вопросам и пожеланиям мы перенаправляем в Министерство транспорта либо в транспорт в Верхневолжье, для того, чтобы они могли учесть данные пожелания жителей в своей работе. Как-то вот на данный момент что-то поменялось в расписании автобусов? На сегодняшний день транспорт в Верхневолжье у нас производит анализ данной своей деятельности и происходят корректировки расписания либо изменения маршрутов по тем обращениям, которые уже были от граждан, либо же по анализу существующей, действующей модели. То есть сейчас расписание автобусов – вот такой живой организм, который может меняться по пожеланиям? На сегодняшний день, да, действительно, очень много несостыковок, которые в процессе своей деятельности сталкиваются и анализируют, и, естественно, меняются. 23 марта в администрацию Кунаковского района приезжал министр транспорта Тверской области Грахоглядов Сергей Вячеславович. На совещании с ним, на личной встрече, мы озвучивали все вопросы, которые были поступающие от жителей, донесли до него, и которые в дальнейшем будут прорабатываться для улучшения транспортной инфраструктуры Вершнего Ушья. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, вы довольны новым транспортным Кунаковского района? Ну, транспорт стал ходить с 3-го числа, и, конечно, я считаю, что все стали довольны, потому что чаще стал автобусы ходить, рейсы участились, и вечером после 6-ти можно уехать. Мне нравится, и мнение некоторых людей тоже слышала, что им нравится. Очень удобно, очень хорошо, и времени много остается там куда-то ехать, и все дела делаешь. По сравнению, как было раньше, просто вообще здорово стало. Может быть, за этот небольшой период какие-то минусы вы выявили? Нет. Вот как он начался, вот прихожу всегда вовремя, как написано. По расписанию. По расписанию все. Есть предложение, чтобы поменяли расписание автобусов. Еще везде висят старые. На остановках. На остановках, да. На остановках еще старые висят. Хотелось бы уже обновить. Расскажи, пожалуйста, тебе нравится новый транспорт? Да. Очень красивый, и тут чисто всегда. А за этот небольшой период, когда он у нас появился, выявила какие-нибудь минусы? Нет. Только плюсы? Да. Очень нравится. Сделали хорошо, что и первый ходит, ой, первый и двенадцатый, туда и обратно. Очень удобно. А раньше не ходили? Раньше не ходили. Один Б ходил, и все. Плохой, но редко. И плохой, маленький. Людям тяжело было, особенно с рекам. Здравствуйте. Да, очень удобный, комфортный. Всегда по расписанию. И хорошее место. А какие-нибудь минусы можете назвать? Минусов не вижу. Всегда удобно. То, что можно оплачивать картами и не толпиться, чтобы отдать деньги. Одни плюсы. Ну да. Вам нравится новый транспорт? Нравится. Хорошие автобусы. Только есть очень небольшие недочеты. На улице Сергеева нет остановки. Никакой. Вообще. Раньше там была. Сейчас ее нету. Ни присесть, ни постоять. А минусы какие-нибудь можете выявить? Сейчас? Ну вот, расписания нету нигде. Ни на остановках, ни в автобусе. И не купишь нигде. Вот все. Да, нравится. Но нам бы расписание на каждой остановке, чтобы они ходили более-менее в одно время. А то выйдешь иногда, он уже пошел. Или ждешь-ждешь, а он уже ушел. Мне нравится автобусы, которые в данный момент у нас есть в городе. Но мне не нравится то, что нет проездного. То есть, есть карточка в Клино, в Московской области, проездной. То есть, по нему дешевле ездить, как... Единый такой, да? Да, поездки дешевле. Да, поездки дешевле намного, чем по обычной карте. Даже за наличку. Большинство людей, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что они очень довольны новым общественным транспортом Канаковского района. Автобусы комфортные, удобные, чистые. Тарифы на проезд стали выгоднее. Многие также отмечают, что им не хватает актуального расписания на остановках. И порой автобусы опаздывают и приходят не вовремя. Работают ли на Канаковских маршрутах жители Канаковского района? И как вообще жители района могут стать частью команды транспортом Верхневолжья? Большинство водителей на наших маршрутах работают, это жители Канакова и Канаковского района. Также мы всех приглашаем жителей Канакова и Канаковского района стать частью нашей команды. Для этого просто нужно прийти по адресу Восточно-Промышленный проезд, дом 2А, в отдел кадров и трудоустроиться. Также для жителей Канакова и Канаковского района у нас для водителей есть переподготовка. За счет предприятия мы переподготавливаем с категории Б на Д, с С на Д и трудоустроим наших будущих сотрудников. А какие вакансии у вас еще есть, кроме водителей? Есть какие-то открытые? Нам также требуется в ремзону слесаря, кузовщики, электрики. Среднюю зарплату у нас по предприятию у водителей в Канаковском районе это 43 тысячи, а слесаря от 35. И какие условия труда вы предлагаете? Наша компания предлагает полный соцпакет. Это оплачиваем отпуск, больничный, также у нас есть профсоюз. И за счет профсоюза мы отправляем наших сотрудников на стандартное курортное лечение. Детские лагеря для наших сотрудников, для членов профсоюза тоже оплачиваются. Не только за счет сотрудников, но и за счет профсоюза. Также мы впервые в Канаковском районе с 3 марта внедрили телемедицину, где при выезде на линию водитель самостоятельно проходит медицинский контроль. И все сведения попадают сразу в базу данных в онлайн-режиме. Мы можем также отправлять эти данные в онлайн-режиме ГАИ нашему заказчику. Также данная база хранит все данные о накоплении истории водителей. Давление, когда повышено, не повышено. Для того, чтобы потом раз в год нам направлять водителей на профпригодность, на медицинский осмотр. По данным пресс-службы транспорта в Верхневолжье, от жителей города и района уже поступают предложения по улучшению работы нового транспорта. И они оперативно на них реагируют. Например, на остановках регулярно размещаются расписания маршрутов автобусов, которые, к сожалению, также регулярно удивительным образом исчезают. И главное, сегодня, 1 апреля, был запущен новый пакет изменений маршрутов, который был подготовлен с учетом обращения пассажиров. Друзья, каждый из нас может оставить свои предложения и пожелания по работе нового транспорта. Сделать это можно позвонить по горячей линии транспорта в Верхневолжье или заполнить форму обратной связи на сайте twerkart.ru или написать в разделе «Поддержка» в мобильном приложении «Волга». А также вы можете обратиться напрямую в Министерство транспорта Тверской области. Пишите в комментариях ваши впечатления о новых синих автобусах Конаковского района. С вами была Настя. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!